Во многих регионах России, которая является одним из основных экспортеров нефти в мире, возник дефицит бензина и дизельного топлива. Жители жалуются на их нехватку уже несколько месяцев, а в сентябре об этом начали сообщать и в аннексированном Крыму. Там, где горючее можно купить, оно существенно подорожало. Оптовая цена бензина И-95 составляет около 75 тысяч рублей за тонну, что стало историческим рекордом для этого вида топлива. Из-за этого один литр на заправках стоит минимум 60 рублей. С начала года 95-й подорожал на бирже на 74%, 92-й на 76%, дизель на 58%. На заправках же бензин подорожал на 7,7%, на диз топлива на 5,5%. Чтобы устранить нехватку, Минсельхоз Российской Федерации предлагает закрыть экспорт нефтепродуктов. Но именно попытки решить рыночные проблемы с запретами и стали одной из причин дефицита, отмечают аналитики. В 2018 году, когда бензин в России дорожал в два раза быстрее всего остального, власти взяли цены под контроль через так называемый топливный демпфер. Если за границей горючее дороже, чем в Российской Федерации, бюджет начал доплачивать нефтяникам за поставки на внутренний рынок. Если ниже, то наоборот, уже они скидываются в бюджет. Такая попытка обхитрить рынок заложила бомбу замедленного действия, говорит нефтегазовый эксперт, сотрудник фонда Карнеги Сергей Вакуленко. Правительство решило гвоздями прибить реальные цены на топливо. Им позволено расти строго по инфляции, неважно, насколько они обоснованы. Власти упорно пытаются держать стоимость на рынке бензина, оторванной от фундаментальных движений. Доплачивать нефтяникам за ценовую стабильность приходилось немало. В прошлом году, когда нефть была очень дорогой, эти компенсации обошлись бюджету в 2,2 трлн рублей. Почти пятую часть нефтегазовых сверхдоходов, которые составили 11,6 трлн рублей. Механизм искусственного ограничения цен оказался слишком сложным и начал давать сбои. Сергей Вакуленко, нефтегазовый эксперт, сотрудник фонда Карнеги в комментарии изданию «Важные истории». В начале 2023 года дефицит бюджета из-за войны против Украины быстро разрастался. И Минфин России предложил уменьшить доплату нефтяникам вдвое, чтобы сэкономить около 30 миллиардов рублей в месяц. Сразу после этого стоимость топлива внутри страны стала расти. Федеральная антимонопольная служба начала следить, чтобы нефтяники не повышали розничные цены. Теперь некоторые российские заправки работают буквально в убыток. В итоге то, что должно было сдерживать подорожание, усилило его и создало предпосылки для нехватки горючего. Когда нефтяным компаниям сократили компенсации, им стало совершенно невыгодно торговать нефтью на внутреннем рынке. Они завысили оптовые цены на бирже. Мы уже видим, что бензин там идет по 75 рублей. Это означает, что литр бензина на АЗС не может стоить меньше 60 рублей. Все это приводит к тому, что независимые владельцы нефтезаправочных сетей, у которых нет своих добычи, переработки и экспорта нефти, вынуждены покупать топливо либо на НПЗ, либо на бирже. Поэтому они просто разоряются и закрываются. Михаил Крутихин, нефтегазовый аналитик, партнер компании «Русэнерджи», в комментарии изданию «Новая газета». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!